Мангал своими руками на основе кирпича. В летнее не только время года очень приятно приготовить шашлыки на природе или во дворе своего частного дома. Но приготовление данного незамысловатого в общем блюда требуется в наличии шампуров и мангала. И если первые достать несложно, то именно отсутствие второго зачастую и является причиной того, почему мы должны отказаться от своих планов. Но кто сказал, что необходимо обязательно ехать куда-то и покупать тот самый мангал? Ведь можно приготовить его самостоятельно, тем более, что основа кирпич имеется практически на любом приусадебном участке. О чем идет речь? Скажем сразу, в этой статье мы не будем рассматривать два поставленных друг против друга кирпича, на которые опираются шампуры, а поговорим о создании полноценного стационарного мангала для приготовления барбекю или шашлыка на приусадебном участке или даче. Сложен такой мангал будет из кирпича и по своему внешнему виду будет напоминать скорее печь, которая помимо своих технических возможностей будет служить еще и превосходным украшением для нашей придомовой территории. Выбор места. Важная составляющая успеха – правильно подобрать место для мангала. Не забывайте, что речь идет о стационарном варианте, который мы просто не сможем передвинуть в случае ошибки и в выборе локации. При подборе места учитывайте местную розу ветров, дабы дым от жарящегося мяса не шел в дом при приготовлении. Очень часто мангал ставят под крышей или в месте, где можно быстро соорудить эту самую крышу. Погода портится очень быстро и отменять уже начавшуюся жарку мяса после того, как неожиданно начнется дождь, естественно, никому не хотелось бы. В целом мангал или устройство для приготовления барбекю очень часто располагают в местах отдыха людей на даче или при усаденном участке. Ведь часто мясо жарится параллельно застолью, и человеку, следящему за процессом, будет очень скучно находиться на другом конце участка, пока все остальные участники вечеринки весело проводят время в десятках метров от него. Чертежи, возводимого своими руками мангала из кирпича, требуют использования фундамента. Конструкция довольно массивная, и без качественного основания ей не обойтись. Обустройство фундамента для мангала в целом повторяет все те правила, которые используют в строительстве домов, с поправкой на масштаб, естественно. Важно! Не стоит увлекаться с масштабами мангала, если вы не планируете устраивать огромных вечеринок на своей придомовой территории. Не менее важно, чтобы мангал не был маленьким. Само обустройство мангала фундамента разделяется на несколько этапов. Выравнивается неглубокий котлован 20 см, вполне хватит. Его дно разравнивается и выстилается гравием. Укладывается металлической арматурой, а по периметру при помощи досок сооружается опалубка. Верхняя часть последней может быть приподнята над почвой, чтобы сделать мангал более высоким. Происходит заливка цемента, после чего конструкцию оставляют в покое примерно на 2 недели. Конечно, бетон схватывается быстрее, однако на набор необходимой мощности для продолжения работ требуется больше времени. Выкладывание мангала Для работы нам понадобятся стандартные элементы любой кладочной деятельности, инструменты, цементный раствор для скрепления, армирующая сеть или проволока, а также сам кирпич. Выбирать необходимый исключительно термостойкий вариант. Расход последнего зависит от объема возводимого вами мангала. Но лучше взять с небольшим запасом. При этом запаситесь гашеной известью. Наконец, заранее необходимо вырезать шаблон из гипсокартона, по которому мы будем осуществлять возведение арочной конструкции нашей печи. Что касается раствора для кладки, то он состоит из одной части цемента и три части песка, и четвертью извести. При этом замешивают все необходимое для образования сметанообразной консистенции. Первый ряд кирпича укладывается непосредственно на фундамент. Необходимо защитить от влаги, так что рекомендуется использовать трубероид или иной изоляционный материал. Далее мы устанавливаем гипсокартоновую форму, по которой и будем выкладывать печь. Помимо стен данной формы необходимо сделать и крышу, поверх которой также будет осуществлена кладка кирпича, образующая свод печного отверстия. Советы по укладке. Кирпич необходимо укладывать, начиная с угла и в шахматном порядке. Первый ряд укладывается непосредственно на цементную основу, а со второй можно начать использовать длинно-шамотную смесь, которая является более стойкой к высокотемпературному воздействию. В районе топки в стене необходимо выложить отверстие, которое позволит воздуху свободно проходить область горения, поддерживая пламя. В верхней части сооружения, не доходя примерно в один-два кирпича, до конца кладки формируются держатели решетки. Советы по эксплуатации мангала. Качественно создаваемый на мангале пища напрямую зависит от его чистоты. Особенно важно постараться обеспечить чистоту решетки для барбекю, на которой после приготовления будут оставаться частички жира и волокна мяса. Со временем, если не убирать их, вы не только лишитесь эффекта красивых полосок и решеток на поверхности мяса, но еще и подвергнете опасности свое здоровье, так как в этих местах особенно активно размножаются бактерии, тем более на жаре, не говоря уже о том, что все это весьма неприятно пахнет. Важно! При чистке мангала можно использовать раствор воды и уксуса в пропорциях один к одному. Достаточно распылить смесь на решетку, подождать несколько минут, после чего легко счистить нагар и фрагменты пищи. Не забывайте проводить такую чистку после каждого сеанса приготовления шашлыка или мяса. Застаревшие загрязнения удаляются гораздо сложнее. Ну что, закончили сооружать мангал? Теперь и отдохнуть пора. Рецепт сочного шашлыка из свинины. Если вы хотите получить очень сочное блюдо, то используйте этот рецепт шашлыка из свинины. Это один из самых лучших способов приготовления сочного вкусного шашлыка. Ингредиенты. Свиное мясо, желательно шее, 2 кг. Лук, 3-4 средние головки. Специи для маринования. Черный перец, кориандр, паприка, лавровый лист, чабурец, базилик, соль. Растительное масло, 4 столовые ложки. Пиво светлое, 200 мл. Сейчас я расскажу о том, как сделать самый вкусный маринад для шашлыка из свинины. Используя его, вы получите невероятно сочное и вкусное мясо. Этап приготовления шашлыка. Нарезаем свиное мясо. Мясо нарежьте кубиками по 4-5 см. На данном этапе соль добавлять к нему не нужно, иначе оно потеряет весь свой натуральный сок. Чтобы вкус мясной нарезки сохранился идеальным, ни в коем случае предварительно не замораживайте ее в морозилке. Режем репчатый лук. Лук надо нарезать кольцами. Сложите его в отдельную посуду и добавьте соль. Это нужно, чтобы лук в маринаде отдал свой вкус и сок мясу. Теперь пора готовить маринад. Рецепт его совершенно просто. Достаточно соединить специи, добавить их в растительное масло, а затем вылить в пряную смесь пиво. Смешиваем мясо и маринад. На дно большой посуды положите слой лука, сверху него мясо. Затем опять лук и так до конца. Последний слой должен состоять из лука. Теперь залейте все маринадом и оставьте в прохладном месте. Готовим мясо на шашлык. Через 2-3 часа можно заканчивать мариновать мясо и приступать к приготовлению нашего божественно вкусного блюда. Подготавливаем угли, мясо нанизаем на шампуры. Поставьте шампуры на мангал и наслаждайтесь приятным процессом приготовления. Периодически переворачивайте шампуры, чтобы шашлык получился не пережаренным, а сочным. Знак простой. Как только услышите шипение, переворачивайте. Не забывайте, что угли надо сбрызгивать водой. Если появилось пламя, иначе шашлык подгорит. Подавать шашлык можно и нужно с овощами, зеленью и томатным соусом. Свежие и хрустящие они идеально сочетаются с самым вкусным сочным шашлыком. Приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok